На виноградниках одного из крупнейших винодельческих хозяйств Крыма и Севастополя вовсю кипит работа. Аграрии спешат собрать поспевшие технические сорта винограда. Сезон 2020-го стал тяжелым для большинства сельскохозяйственных отраслей. Директор по сельскому хозяйству агрофирмы «Золотая балка» Вячеслав Горкавый рассказал, что из-за отсутствия дождей питать лозы живительной влагой приходится самим. Сезон 2020. Сезон очень тяжелый, очень засушливый. У нас существенное падение урожайности из-за того, что практически за все лето у нас был один дождь. Винограду крайне тяжело в таких условиях сохранить свою урожайность, которую мы запланировали. Гроздей действительно нарезал достаточно много, но масса гроздей в 2-3 раза меньше, чем обычная, ампилографическая. Мы посадили достаточно много, больше 200 гектаров молодых виноградников, приходится их поливать. В таких стрессовых условиях поливаем тоже много, часто. Однако погодные условия никак не отражаются на сочности и вкусе плодов. Грозди созревают, не теряя уникальных качеств, отмечают аграрии. Технические сорта на предприятии собирают вот уже два месяца. Мы собрали шардоне, убираем группу пино, заканчиваем даже группу пино, убираем олиготе, подошли к савиньонам, на подходе рислинги. Вячеслав Горкавый рассказал, что на предприятии ожидают недоборы урожая примерно на 40% в сравнении с аналогичным сезоном прошлого года. Оценить ход уборки винограда приехала руководитель управления тростливого развития сельского хозяйства правительства Севастополя Наталья Матвеева. В прошлом году было собрано 21 тысяча винограда. По прогнозным планам предприятий порядка 20,5 тысяч тонн винограда будет собрано в этом году. Для увеличения объема собранного винограда государством оказывается господдержка в рамках программы о развитии сельского хозяйства. Одно из мероприятий, на которое выделяются денежные средства, это возмещение затрат на закладку, уход, установку шпалеры на виноградниках. За два месяца на предприятии собрали более полутора тысяч тонн. Всего в этом году аграрии Золотой Балки ожидают урожай технических сортов более пяти тысяч тонн. Дарья Юхновская, Денис Александрович, Севинформбюро.